МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня мы в гостях у руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике Марина Петровой. Марина Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Октябрь – такое время, когда основные финансовые тенденции уже сформировались, но еще можно скорректировать ситуацию с собираемостью налогов. Какие показатели у вашей службы в этот период? За 8 месяцев текущего года налоговыми органами республики было собрано порядка 32 миллиардов рублей. Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если смотреть по бюджетам, то в федеральный бюджет мы собрали порядка 11 миллиардов рублей с ростом на 17% от прошлого года. А в консолидированный бюджет Чувашской республики мы собрали порядка 21 миллиарда рублей с ростом 12,5%. Кроме этого, у нас страховые взносы в государственные внебюджетные фонды тоже были нами собраны с приростом. Больше мы собрали на 606 миллионов рублей. Это на 4% больше, чем в прошлом году за данный период. И в среднем поступление составило порядка 16 миллиардов рублей страховых взносов. Кроме этого, я считаю, что у нас неплохо идет и контрольная работа. Если по итогам контрольная работа – это камеральные, выездные, налоговые проверки, контрольно-аналитическая работа. По итогам данной работы в этом году мы собрали порядка дополнительно 1 миллиард рублей. Это тоже, в принципе, неплохой результат. И это при том, что мы из года в год снижаем выездные налоговые проверки. В этом году мы также их снизили на 26%. Кроме этого, в результате применения мер принудительного взыскания нами была погашена задолженность по платежам налоговых сборов порядка 5,6 миллиардов рублей. Это на 1,4 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. И, безусловно, те задачи, которые были поставлены перед налоговыми органами, мы их выполнили. Конечно же, я считаю, это произошло за счет роста эффективности налогового администрирования. А налоговая дисциплина в республике улучшилась, ухудшилась, не изменилась по сравнению с прошлым годом? Вы знаете, налоговая дисциплина, в принципе, у нас неплохая по нашей республике. Если посмотреть в целом, собираемость налогов и сборов в нашей республике, именно текущих платежей, это порядка чуть более 90%. Но нас настораживает, что все-таки у нас еще имеется задолженность за предыдущие налоговые периоды по налогам и сборам у наших налогоплательщиков, и по состоянию на 1 сентября данная задолженность у нас составляет порядка около 10 миллиардов рублей. И это при том, что мы стараемся из года в год ее снижать. И в этом году мы ее снизили на 1,2 миллиарда рублей, но все-таки она есть. К сожалению, ситуация такова. А текущие платежи поступают вовремя? Да, текущие платежи поступают вовремя. Если посмотреть структуру этой задолженности, то из этой суммы у нас порядка около 3 миллиардов – это задолженность по страховым взносам. Из нее более половины – это порядка 1,7 миллиарда рублей – на сегодняшний день осталось. Это старая задолженность, которая образовалась по страховым взносам до 1 января 2017 года. Остальная разница – это налоги. Вот какие меры вы предлагаете налогоплательщикам, чтобы как-то разрулить эту ситуацию с такими долгами, которые лежат тяжким грузом? Во-первых, у нас, согласно действующего налогового законодательства, наш налогоплательщик имеет право на применение отсрочки-расрочки платежей. Но надо иметь в виду, обращаются к нам многие, что данным методом могут воспользоваться только те, кто имеет определенные параметры и соблюдает те условия, которые указаны в налоговом кодексе. Также, конечно же, мы предлагаем своевременно уплачивать налоги. Только так. Какие из предприятий у вас в числе лидеров, а какие наоборот в отстающих по налогу? На сегодняшний день, конечно, уже не первый год озабоченность вызывают предприятия, входящие в концерт-тракторные заводы. По данным организациям, общая сумма задолженности составляет 1,8 миллиарда рублей, и она наращивается. Вот что нас настораживает. В этом году эта задолженность увеличилась еще на 450 миллионов рублей. Поэтому это наша основная проблема. Если говорить о предприятиях, которые являются для нас положительным примером, это, безусловно, такие организации, как АКОНТ, ЭЛАР, ХЕВИЛ, это и Букет Чуваши, и Шумерлинский завод автофургонов, и многие-многие другие, которые, безусловно, из года в год наращивают выпуск своей продукции. И, конечно же, в связи с этим увеличивается рост поступления налогов в бюджет. Марина Валерьяновна, не так давно в налоговую политику в отношении резидентов территории опережающего развития в городе Канаше были внесены некоторые изменения. Вот в чем они заключаются? Вы знаете, для организаций, которые уже получили статус резидента территории опережающего экономического развития города Канаш, предусмотрены следующие льготы. Там есть для них определенный параметр этих льгот. Во-первых, для них снижена ставка налога на прибыль в пределах той суммы, которая идет зачислением в республиканский бюджет. Это в течение первых пяти налоговых периодов данная ставка будет составлять 5%, а с шестого по десятый налоговый период – 10%. Хочется напомнить нашим телезрителям, что для основной категории налогоплательщиков данная ставка составляет 17%. Во-вторых, для них также снижена ставка налога, которая применяется в связи с применением упрощенной системы налогообложения. То есть для тех налогоплательщиков, кто выбрал объект налогообложения доходы, данная ставка будет составлять 3% до 1 января 2022 года. Это в два раза меньше, чем у налогоплательщиков, которые уплачивают данный налог на общих основаниях. Кроме этого, у них также не будет взиматься налог на имущество организации в течение 10 лет с момента учета основных средств на балансе. Но отмечу, что данные льготы, они уже начали действовать с 1 января 2018 года. И чтобы получить статус резидента территории опережающего развития города Канаша, данным налогоплательщикам необходимо заключить соглашение с Минэкономразвития Чуваши и выполнить ряд определенных условий. Основные условия я назову, это, конечно же, зарегистрировать свою организацию на территории города Канаш и фактически осуществлять свою деятельность на территории города Канаш. Ну и остальные параметры. Просто зарегистрировать недостаточно, нужно еще работать. Недостаточно, конечно, безусловно. Какие еще новшества в вашей сфере вступили в силу в этом году? Изменений у нас произошло немало. Я остановлюсь на тех изменениях, которые будут интересны наиболее широкому кругу наших налогоплательщиков и которые, конечно же, безусловно, пойдут в помощь нашим налогоплательщикам. Первое, мы считаем, что основное изменение – это у нас сокращается срок камеральной проверки налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость с трех до двух месяцев. И, соответственно, сокращается срок возврата данного налога для этих налогоплательщиков. Но здесь есть одно «но». Если налоговый орган в рамках проверки данной декларации увидел нарушение налогового законодательства, то он имеет право продлить этот срок камеральной проверки до трех месяцев. У нас данные новшества действуют для наших налогоплательщиков начиная с 4 сентября текущего года. Поэтому я думаю, что уже декларации, которые будут сданы по итогам третьего квартала, они уже будут нами проверяться по новым срокам. Кроме того, индивидуальные предприниматели у нас, которые применяют единый налог на умененный доход и патентную систему налогообложения, могут уменьшить сумму налога на расходы в связи с приобретением контрольно-кассовой техники в размере не более 18 тысяч рублей за каждый аппарат. Также для наших налогоплательщиков физических лиц произойдут определенные изменения с 1 января 2019 года. Просто я думаю, что это всем будет интересно. У нас со следующего года вводится единое понятие налогового платежа. У нас наши граждане по желанию смогут осуществить единый платеж в счет уплаты имущественных налогов. А уже в дальнейшем за счет этих налогов в части земельного, транспортного, имущественного налогов, налоговый орган самостоятельно произведет и распределит их туда, куда надо. Прошу прощения, правильно ли я понимаю? Я плачу какую-то энную сумму, а налоговые органы сами распределяют ее по всем направлениям. Это будет гораздо удобнее, чем бегать с каждой квитанцией. Это будет удобнее для самих граждан. Почему? Потому что, во-первых, мы сами распределим по налогам, это раз. А во-вторых, у них будет меньше ошибок при заполнении этих самых платежных документов. Будет меньше, значит, проблем для того, чтобы потом выяснять эти платежи, куда же они пропали. Конечно, будет меньше времени для того, чтобы этот платеж совершить. И у нас со следующего года наши граждане смогут уплачивать имущественные налоги через многофункциональные центры. Это тоже будет введено новое понятие такое. Кстати, вот если продолжить тему создания комфортных условий для налогоплательщиков, достаточно активно проходит внедрение онлайн-касс в Чувашской республике. Вот какой эффект вы уже получили от этого? Хочу напомнить, что данная реформа у нас проходит в три этапа. Первый этап он у нас прошел в прошлом году. И в первом этапе у нас налогоплательщики, кто вел крупный и средний бизнес, перешли на онлайн-кассу. Ну, в принципе, они ранее применяли данную контрольно-кассовую технику, они просто ее поменяли. С июля этого года у нас во втором этапе перешли те налогоплательщики, кто применял ЕНВД и патентную систему налогообложения, кто занимался розничной торговлей и оказывал услуги общественного питания и, естественно, имел наемных работников. И третий этап он у нас пройдет с июля 2019 года, то есть на следующий год. Это вся остальная категория наших налогоплательщиков. В принципе, по территории Чувашской республики мы эту реформу провели успешно. У нас зарегистрировано более 21 тысячи такой новой онлайн-техники. Это в 1,6 раза превышает дореформенный парк ККТ. И все 100% налогоплательщиков, кто был обязан перейти на новую контрольно-кассовую технику, они перешли. Мы считаем, что реформа на территории нашей республики прошла успешно. Если говорить о плюсах, то здесь плюсов очень много. Конечно же, для чего все это нужно государству понять, несложно. Во-первых, это увеличение поступления налогов и сборов произошло в бюджет, причем существенно. Это обеление бизнеса, естественно. Если крупный бизнес у нас, скажем так, практически был дисциплинированным, то с малым и микробизнесом, конечно, имелись проблемы по выводу из тени этого самого бизнеса. Есть, конечно, определенный эффект внедрения онлайн-кассы и для самих индивидуальных предпринимателей. Во-первых, это, конечно, существенно упростило взаимодействие с налоговыми органами, потому что наши налогоплательщики теперь, не приходя в налоговый орган, могут зарегистрировать онлайн-кассу через сайт Федеральной налоговой службы, через личный свой кабинет контрольно-кассовой техники. И, конечно же, в связи с этим мы сокращаем количество наших проверок по этим точкам, потому что смысла уже налоговому органу ходить туда нет. Бизнес стал прозрачным. Мы все видим в режиме онлайн, все, что творится на каждой точке, где имеется контрольно-кассовый аппарат. Кроме этого, у нас, конечно же, ведется среди самих предпринимателей честная конкуренция, потому что теперь уже, в принципе, предприниматель все, что проходит через онлайн-кассы, он показывает у себя. Выручка, как я уже говорила, стала прозрачной, и поэтому идет честная конкуренция между самими предпринимателями. И в то же время теперь у нас выигрывает тот, кто находится в лучших условиях, у кого, скажем так, лучший сервис, более приветливый персонал, у кого качественный товар, то есть тот, кто использует все для того, чтобы его бизнес был лучше, чище. То есть это игра на простых и, конечно, всем условиях. Конечно, безусловно. Так мы туда уже и идем. И третье, конечно, пожалуй, самое главное, то, что для бизнеса теперь в связи с тем, что они используют новую онлайн-технику, увеличивается эффективность самого ведения этого бизнеса. Теперь предприниматель может управлять своими запасами, своим складом, выявлять наиболее ходовые позиции, которые реализуются по виду его деятельности. Формировать какие-то программы лояльности для своих постоянных клиентов. То есть контролировать работу персонала и всей своей деятельности. Практически можно даже не выходя из дома. Это все эти возможности новая онлайн-кассовая техника, она дает нашему бизнесу. Поэтому я думаю, что, в принципе, здесь бизнес не должен, скажем так, сильно страдать от того, что государство заставило его перейти на иную технику. Марина Валерьевна, сейчас достаточно активно обсуждается вопрос об изменении пенсионного возраста. Изменится ли налоговое законодательство для пенсионеров? Как раз налоговое законодательство, оно и не поменяется. Все те льготы, которые были для льготной категории граждан, они все остаются, включая пенсионеров. И теперь у нас начинается новое истечение времени для вообще предоставления льгот. Если раньше льготы, они звучали для пенсионеров, достигших пенсионного возраста, теперь просто мы даем эти льготы по возрасту. Для женщин, достигших 55 лет, для мужчин, достигших 60 лет. Поэтому они даже раньше... Чтобы было понятнее по старому пенсионному возрасту. И они теперь, не дожидаясь своего реального пенсионного возраста, могут воспользоваться льготой для уплаты имущественных налогов. И я знаю, что на сегодняшний день у нас разрабатываются законопроекты по внедрению новых льгот для наших граждан. Так что я думаю, что впереди у нас все будет хорошо. К этой теме мы еще вернемся, я думаю, не раз. А вот что касается имущественного налога, вы как раз о нем упомянули. И я так понимаю, что сейчас подошло время, подходит время уплаты имущественных налогов. Кто должен его платить? Какие имеются льготы для граждан? Для каких именно граждан? И когда это нужно сделать? Да, у нас совсем немного времени остается до истечения нашего срока уплаты имущественных налогов. Этот срок уплаты у нас наступает 3 декабря. То есть до 3 декабря 2018 года все наши граждане должны уплатить имущественные налоги за 2017 год. Те льготы, которые были, они все сохранились. Практически у нас не было изменений в льготной категории граждан. Это те же пенсионеры, те же герои Советского Союза, Российская Федерация, инвалиды, военнослужащие и так далее. Кроме этого, у нас, начиная с этого года, льгота сама велась в прошлом году, с 1 января 2017 года, но наши граждане увидят ее в этом году в своих налоговых уведомлениях. У нас появился новый налоговый вычет по земельному налогу, который уменьшает земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по своему земельному участку. То есть, если у наших налогоплательщиков земельный участок свыше 6 соток, то налог он будет уплачивать с разницей между 6 сотками и фактическим, скажем так, размером своей земельной площади. Если площадь земельного участка составляет менее 6 соток, то налог он платить не будет. Но это, опять-таки повторюсь, только для льготной категории граждан. И у нас продолжает действовать порядок, когда льготная категория граждан, имея несколько объектов, может воспользоваться льготой только на один из своих объектов. Это на один автомобиль, на один садовый участок, на один дом и так далее, по каждому виду. Поэтому эта льгота у нас, конечно, сохраняется. И хотелось бы обратить внимание наших граждан на то, чтобы они не забыли до 3 декабря проплатить имущественные налоги, потому что это существенный вклад в развитие нашей республики. Налоги являются и муниципальными, и региональными. И в то же время, если у них есть какие-либо вопросы, чтобы они однозначно обращались в налоговые органы, тем более у нас 9 и 10 ноября в этом году Всероссийский день открыток дверей, и налоговые органы, все инспекции нашей республики будут принимать налогоплательщиков, мы призываем их активизироваться, если у них есть какие-либо вопросы. В отношении льгот, в отношении исчисления налогов по земле, транспорту, либо имуществу, они приходили, задавали, на все вопросы будут даны исчерпывающие ответы. Мы ждем наших граждан. Я думаю, что за то время, которое до 9 ноября и после 9 ноября вы тоже будете приедать. Конечно, безусловно. Прием граждан осуществляется каждый день. Что делать, если человек по каким-либо причинам не получил от вас уведомления? Вы знаете, во-первых, у нас уже в третий год подряд действует такой порядок, если налогоплательщик подключен к личному кабинету налогоплательщика, физического лица, то это уведомление к нему приходит в личный кабинет, и они не должны ждать на бумажном носителе данного уведомления. Там оно в обязательном порядке находится. Но если все-таки по каким-либо причинам они там не увидели, и у себя в почтовом ящике не увидели, конечно же, стоит обратиться в налоговый орган, и мы однозначно это налоговое уведомление распечатаем и налогоплательщику дадим. Имущественные налоги можно и посмотреть, и уплатить, как через личный кабинет налогоплательщика, который расположен на сайте Федеральной налоговой службы, так и через портал Госуслуг, где вы тоже можете зайти, посмотреть, проверить исчисление данного налога, правильность его исчислений, и, конечно же, безусловно, уплатить. То есть там квитанции тоже можно теоретически распечатать? Можно распечатать и проплатить. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была руководитель управления Федеральной налоговой службы по Чувашской республике Марина Петрова. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова